Вертолет Ми-38 выходит на международный рынок. Ми-38. Источник изображения – Владислав Карпов, ТАСС-АМТА, 14 ноября. Холдинг «Вертолеты России» входит в ГК Ростех в рамках Международного авиакосмического салона. Dubai Airshow 2019 впервые представит за рубежом новейший гражданский вертолет Ми-38. Машина с салоном повышенной комфортности будет демонстрироваться на статической экспозиции, а также примет участия в летной программе. Впервые первый серийный вертолет Ми-38 в гражданском исполнении был представлен в августе этого года на авиасалоне МАКС-2019, где с ним ознакомился президент России Владимир Путин. При разработке интерьера вертолета применены современные технические решения в области безопасности и комфорта. Вместо традиционного размещения двигателей перед главным редуктором на Ми-38 реализована схема с их задним расположением, что позволило снизить аэродинамическое сопротивление и уровень шума в кабине, а также повысить безопасность машины. Помимо высоких летно-технических характеристик, конкурентным преимуществом Ми-38 является его стоимость, выгодно отличающаяся от иностранных аналогов в данном классе вертолетов. Дальность полета нового вертолета Ми-38 в транспортной конфигурации составляет до 1000 км, с дополнительными топливными баками. Обладая максимальной взлетной массой 15,6 Т, вертолет способен взять на борт или на внешней подвеске 5 Т полезного груза. Еще одной новинкой станет легкий вертолет «Ансад», который вслед за европейским дебютом в Лебурже будет впервые представлен на Ближнем Востоке. Машина в корпоративном исполнении также примет участие в летной программе выставки. В данной конфигурации вертолет может с комфортом перевести до 5 пассажиров. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в рамках реализации проекта Ми-38 финансировались Минпромторгом России. Вертолет изначально проектировался с учетом обеспечения соответствия самым жестким современным и перспективным нормам по безопасности, экологичности, шуму на местности. Самое пристальное внимание при этом уделялось удовлетворению потребностей заказчиков в отношении летно-технических, эксплуатационных и экономических характеристик. Конструкторы провели целый комплекс мероприятий, направленных на дальнейшее расширение эксплуатационных возможностей и обеспечение максимальной универсальности применения вертолета. Особый интерес у эксплуатантов из стран Ближнего Востока должны вызвать доработки, направленные на обеспечение надежной и комфортной работы новой машины в условиях жаркого климата и пустынного рельефа местности, отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Впервые в новейшей истории России наши гражданские вертолеты будут представлены на Ближневосточной выставке. Форматы содержания участия холдинга вертолеты России в Дубайэшо 2019 демонстрируют новые подходы госкорпорации Ростех к продвижению российской высокотехнологичной гражданской продукции на зарубежные рынки с привлечением механизмов поддержки Минпромторго России, российского экспортного центра, лизинговых компаний. «Мы уверены, что российская вертолетная техника по цене и качеству способна успешно конкурировать на мировом рынке и рассчитываем, что демонстрационные эффекты будут трансформированы в очередные реальные контракты», – подчеркнул генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемизов. «Дубайэшо 2019» станет первой зарубежной площадкой, где мы продемонстрируем новейший Ми-38, так что мы можем говорить о мировой премьере этой машины, а также о дебюте «Ансата» на Ближнем Востоке. «Вуаэ» динамично развивается направление городской мобильности, поэтому помимо летных образцов на своем стенде мы представим беспилотник. А на совместной экспозиции с Эмиратским холдингом макет легкого однодвигательного вертолета «Не секрет, что инвесторы из УАЭ проявляют интерес к участию в проекте, и в ходе выставки мы рассчитываем сделать первые конкретные шаги в этом направлении», – сообщил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский. Ми-38 может эксплуатироваться в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климаты. Благодаря использованным техническим решениям вертолет Ми-38 превосходит другие машины своего класса по грузоподъемности, пассажировместимости и основным летно-техническим характеристикам. Легкий многоцелевой «Ансет» оснащен двумя двигателями и может применяться для пассажирских перевозок, доставки грузов, мониторинга окружающей среды в качестве санитарного борта. Успешно завершены высокогорные испытания «Ансета», доказавшие возможность его работы в горной местности на высотах до 3500 метров, а также климатические испытания, подтвердившие возможность эксплуатации в температурном режиме от минус 45 до плюс 50 град. С. Легкий вертолет VRT-500 и беспилотник VRT-300, разработанные конструкторским бюро VR-технологии, выполнены по САСной схеме расположения винтов, что обеспечивает высокую устойчивость к боковому ветру и малые габариты для использования в условиях плотной городской застройки. VRT-500 обладает самой объемной в своем классе грузопассажирской кабиной общей вместимостью до 5 человек. Закладываемый в вертолет летно-технические характеристики позволит ему развивать скорость до 250 км в час, совершать полеты на дальность до 860 км, брать на борт до 730 кг полезной нагрузки. Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АУ «Вертолеты России». Право на данный материал принадлежит сам-то. Материал размещен правообладателем в открытом доступе.